Привет, друзья! С вами Павел Бирюкович и компания Aquilon Pro. Сегодня я хочу продолжить наш рассказ про строительство дома шаг за шагом. В этой серии я расскажу о размещении дома на участке, на что стоит обратить внимание, какие расстояния следует обеспечить с точки зрения противопожарных норм, освещенности и так далее. Ваши замечания и мысли, а также вопросы вы можете оставлять в комментариях под этим видео. Мы с радостью на них отвечаем. Так что поехали! Итак, в предыдущем видео мы определились с концептуальной планировкой дома и знаем его габариты. Теперь самое время проверить, влезет ли наш дом на наш участок. Для примера возьмем участок площадью 6 соток. Это очень распространенный размер участка. Если участок у вас будет больше, то и свободы для размещения дома у вас будет больше. Поэтому, для примера, возьмем участок 20 на 30, расположенный торцом к дороге. Также при размещении нашего дома мы учитываем соседские дома. Для того, чтобы это сделать правильно, советуем вам заказать или сделать топографическую съемку участка с нанесением красных линий, если они есть на улице, и соседских зданий. Это позволит нам правильно расположить свой дом и знать ограничения. Вот так выглядит топосъемка участка. На ней нанесены границы вашего участка. Они могут отличаться от того места, где сейчас у вас стоит забор. Также нанесены соседские строения. Даже те, которые еще не построены, но уже есть в планах. Поэтому привязываемся к ней. Итак, вот наш участок. На нем показаны соседские дома. Соседский дачный дом отступает от нашего участка на 3 метра. Соседский коттедж с другой стороны на 4 метра. Давайте определимся с теми ограничениями, которые у нас есть по размещению дома на участке. Первое ограничение это отступ от красной линии, которая может идти вдоль улицы. Красная линия это линия, которая обозначает существующие или планируемые границы территорий общего пользования. То есть те территории, на которые залазить мы не имеем права. Отступ от красной линии по нормам 3 метра. Если красных линий нету, то тогда это ограничение снимается. Будем считать, что красная линия идет по границе участка. Поэтому от дороги отступаем 3 метра. Также отступ в 3 метра действует от границ участка до жилых домов. Для вспомогательных построек и сооружений, таких как гараж, сарай и так далее, отступ от границы участка 1 метр. В нашем случае до дома от границы участка мы должны в любом случае отступить 3 метра. Третье ограничение это противопожарные разрывы. Для домов первой и второй степени огнестойкости противопожарный разрыв 6 метров. Первая и вторая степени огнестойкости это бетонные кирпичные дома с бетонными перекрытиями. Дома третьей группы огнестойкости. Расстояние между ними должно быть не менее 8 метров. Это кирпичные бетонные дома с деревянными перекрытиями. Четвертая степень огнестойкости это каркасные дома из дерева с деревянными перекрытиями и расстояние от такого дома следует принимать не менее 12 метров. Итак, соседский дачный дом у нас с деревянными перекрытиями, поэтому он имеет третью группу огнестойкости и от него мы должны отступить 8 метров. А коттедж имеет вторую группу огнестойкости и мы от него отступаем 6 метров. Для того, чтобы эти отступы определить, воспользуемся методом циркуля. Рисуем окружности заданных диаметров. Вот так мы получили место, в котором мы можем поставить дом, не нарушая закон. Максимальная ширина дома, который поместится на этом участке 12 метров. Дом, который мы проектировали в предыдущем видео, легко помещается в заданные ограничения, но если бы мы хотели поставить дом с гаражом, то он бы уже не поместился. Поэтому для таких небольших участков мы всем советуем гараж ставить при въезде на участок. Также это хорошо с точки зрения пожарной безопасности. Если у вас было желание гараж пристраивать к дому, то учитывайте, что заезд в гараж занимает место сколько же сколько и сам гараж. А зимой эту площадь нужно чистить. Также на этой площади нельзя ничего посадить и она занимает место на и так небольшом участке. Поэтому отступаем от соседского дома до нашего гаража по нормам 6 метров. От фасада участка, от дороги отступаем 1 метр. Напишите в комментариях, как бы вы поставили гараж на этом участке или как бы вы хотели, чтобы гараж стоял на вашем участке. И скажите свое мнение, нужен ли гараж вообще на участке в принципе. Что касается размещения дома по сторонам света. В данном случае у нас участок расположен фасадом на север. И это хорошо, так как в окна попадает как можно больше солнечного света. А тень от дома не закрывает то, что растет на участке. То есть всегда при размещении дома на участке следует учитывать сколько солнца попадет вам в комнаты. Потому что естественное освещение это здоровье, инсуляция это всегда хорошо. А также тень от дома будет закрывать нам наши посадки. И в тени плохо растет трава, кустарники. Это нужно учитывать. Летом тень от дома в полдень примерно равна высоте самого дома. То есть если дом высотой около 8 метров, значит и тень от дома будет такого же размера. Напишите в комментариях, стоит ли учитывать затенение от дома при планировании участка. А также знаете ли вы сколько солнечного цвета должно попадать в окна гостиной или жилых комнат. Хочу заметить, что при проектировании энергоэффективных зданий, теплопоступление от солнечного цвета зимой и солнцезащита летом всегда учитывается в общем энергобалансе. И правильно расположенный дом по сторонам света может значительно сократить вам расходы как на отопление, так и на охлаждение. А при проектировании активных домов, размеры окон и расположение их на фасадах согласно сторон света является одним из важнейших факторов, который влияет на микроклимат в доме и здоровье его жителей. Если у вас возникли вопросы, задавайте их в комментариях, мы их обсудим. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. И до встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok